Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами затронем опять же тематику трендов, потому что я знаю, что они всех на самом деле волнуют. И мы сегодня поговорим о том, какие украшения актуальны в нынешнем и предстоящем сезоне. Так что, если эта тема вам интересна, продолжайте смотреть. Итак, первый тренд, на самом деле, тренд достаточно интересный, но на него нужно решиться. Но когда вы решаетесь, все получается просто замечательно. Это массивные золотые серьги. Чаще всего они могут быть какой-то правильной формы. Это может быть овал, это может быть круг, это может быть просто какое-то кольцо более массивное, более объемное, тонкое. Главное, чтобы его было заметно. Вообще, в принципе, мое правило главное по работе с массивными украшениями, в принципе, лучше всего, чтобы одно было оно в вашем наряде, чтобы больше украшений никаких не было. А если они и присутствуют, то они находятся максимально отдаленно друг от друга. В данном случае, если мы говорим про массивные серьги, мы уже не говорим про, например, никакое, естественно, колье. Ничего больше в зоне портретной не должно существовать в плане украшений, потому что тогда получается масло масляное, и весь интерес этого массивного украшения теряется. Такие массивные серьги можно спокойно носить с какими-то более базовыми нарядами, если вы хотели бы что-то интересное добавить. И прекрасный пример этому – это практически все коллекции бренда Cilene Prefibie Filo, в рамках которой вы постоянно видели, достаточно базовые, более нейтральные изделия с интересным кроем, но не супер кричащие. И при этом активные серьги с пластиком, массивные, односложные, многоликие и так далее и тому подобное. Поэтому на самом деле массивные серьги очень классно как раз базу дополняют. Но и если вы любительница изобразительного искусства на себе, если вы любите максимализм во всех его проявлениях и большое количество принтов, то очень классный способ это поддержать – это в том числе в портретной зоне добавить массивные серьги. Следующий тип украшений, который очень актуален, и на самом деле это для вас точно не будет новинкой, просто теперь немножечко другая вариация – это все типы украшений из жемчуга. Это серьги, это какие-то подвески, это даже кольца из микрожемчуга. Но сейчас особенное внимание я бы уделила именно чокерам из жемчуга, которые очень-очень красиво и деликатно смотрятся, и мы отдаем предпочтение не очень крупному жемчугу. И не обязательно это, кстати, должен быть жемчуг неправильной формы, который был актуален последние где-то полтора года. Теперь это совершенно спокойно, может быть очень классически обработанный, отшлифованный, круглый, идеальный жемчуг. Например, прекрасная вариация таких чокеров есть в бронде Шанель, есть в Диор, и в целом можно буквально самому себе сделать в отделе украшений, набрать бусинок и собрать такой чокер из жемчуга. Он очень красиво, деликатно будет смотреться. И нужно сразу понимать, что когда мы говорим про жемчуг, мы говорим о глубокой женственности, особенно в правильной форме, которая в него заложена. Поэтому в большинстве случаев я бы предпочла надевать жемчуг и украшения из жемчуга с чем-то, что и так не транслирует очень много романтики и очень много такой классической женственности. Например, когда вы надеваете жемчуг с уже классическим платьем, с каблуками, с острым носком и с классической сумкой, вы получаете очень утрированный образ, который визуально может слишком много формальности добавлять вам. Поэтому я бы, наоборот, жемчуг носила поверх каких-то джемперов, свитеров, футболок, рубашек, рваных каких-то футболок, всего, что по настроению и по стилю максимально противоположный жемчуг. Следующий тип украшений актуален в нынешнем сезоне. Это серьги, которые выполнены в форме цветов. Диковинных, интересных, сумасшедших. Чаще всего это будет моносерьга или две серьги, тогда они чаще всего поменьшили разных цветов, просто чтобы дополняли друг друга. Безусловно, в портретной зоне еще и цветок, еще и какой-то сумасшедший. Это не самое спокойное украшение. Поэтому это однозначное украшение для тех, кто любит в какой-то степени самовыражаться и немножко максимализировать свои проявления характерные. Это однозначное украшение для озорных личностей, для инфантилии, для тех, кто хочет немножечко романтики, но сумасшедшие добавить в свой образ. И опять же, что интересно, с достаточно базовыми вещами данное украшение также прекрасно будет работать. Например, я спокойно могу представить образ, в рамках которого у нас, допустим, водолазка, у нас оверсайз жакет, у нас оверсайз джинсы, какие-то ботильоны или ботинки. И при этом такое украшение. Очень красиво, нежно и необычно на фоне чего-то базового будет выделяться. Еще один тип украшения, которое на самом деле я видела уже достаточно много, и мне кажется, что он очень органичный, классно смотрится. Если честно, вообще, если все упустить, что я сегодня говорю, если просто посмотреть и проанализировать большинство коллекций Фиби Файло в модном доме Селин, когда она там была креативным директором, и посмотреть на украшения, которые она создавала, то даже те произведения, которым уже там 3-4 года, 5 лет, они все еще безумно актуальны. И один из них в том числе это минималистичные, достаточно массивные кулоны, которые можно носить на чаще всего, например, какой-то цепочке, а еще лучше на какой-то нитке, чтобы, опять же, было на контрасте у нас что-то такое очень элегантное и что-то совершенно рустикальное и базовое, совершенно каяжольное. Прекрасный тому пример я приведу. Это может быть, кстати, украшение Old Celine, и такие тоже в большом количестве есть. Часто даже на рынках, в каких-то городках заморских такие продаются, очень классно смотрятся. Вариация из более люксового или даже очень люксового сегмента – это украшение Trinity, в котором есть три скрещенных кольца. Одно из них, может быть, там с бриллиантами, жуть все с бриллиантами, и это все подается на такой черной контрастной базовой бечевке. И контраст вот этого чего-то совершенно расслабленного и такого массива металла смотрится очень-очень интересно. И, опять же, прекрасно будет работать как с более каяжольными или расслабленными базовыми, точно так же и с чем-то уже более вечерним и собранным. Следующее украшение, которое не теряет свою популярность, и мне кажется, в ближайшее время, точнее, мне не кажется, я знаю, не потеряет свою популярность – это цепи в абсолютно любом формате. Как вы себе их видите? Массивные, чуть более тонкие. Это может быть наслоение цепей. Но, если честно, я предпочитаю, потому что в цепи в любом случае уже зашита некая фактурность, ее много, там есть переплетение. Я бы брала просто одну достаточно массивную цепь. Это может быть любой финиш металла, который вам нравится, и мы ее носим как с женственными образами, как с базовыми вещами, точно так же с чем-то сумасшедшим на вечер, на день, на утро, на встречу, на прогулку, за город, куда угодно, с футболочками, с глубокими вырезами, поверх водолазки можно надевать. И смотрится очень-очень женственно и красиво, несмотря на то, что, опять же, в такой массивной цепи зашита некая маскулинность. Потому что, как я уже говорила, самый классный способ подчеркнуть женственность – это надеть что-то маскулинное, то есть с мужской, скажем так, исторической ноткой. Тренд, который не теряет свою популярность, потому что он единолично и в одном слоге, скажем так, позволяет нам выражать себя максимально. Свой характер, настроение, то, что мы хотим сказать этому миру – это стейтмент-украшение. Это украшение, которое в переводе делают какое-то заявление. Они о чем-то заявляют. Это может быть массивное кольцо, например, такое кольцо, как на мне, это кортье, это модель пантера. Это может быть кольцо булгари, это может быть концу какого-то локального бренда, это может быть какое-то животное, это может быть цветок, это может быть подвеска, может быть интересный сумасшедший чокер, который обращает на себя внимание, или моносерьга. Это в любом случае то или иное украшение, которое привлекает внимание. Его не нужно больше ничем отвлекать, его не нужно ничем дополнять. У вас может быть один сумасшедший браслет, и этого будет более чем достаточно для того, чтобы создать определенное впечатление от вашего образа. И что прекрасно в таких степнет-украшениях, это то, что на самом деле они в прочтении каждый раз будут разными, в зависимости от того, что вы к нему будете добавлять. Например, у меня есть очень красивый кристальный чокер Мил Мил, купленный в аутлете в Вене. Так вот, в сочетании с очень женственными луками, он наоборот какой-то грубости им добавляет, потому что он настолько массивный. В сочетании с базой он ее немножко подсвечивает и делает интереснее, а в сочетании с чем-то сексуальным он классно дополняет и уводит образ от гиперсексуального к чему-то достаточно сбалансированному. Поэтому на самом деле, особенно если мы не говорим про изображения каких-то животных, которые иногда, возможно, могут вас лимитировать, если мы говорим просто про заметные и интересные украшения, несмотря на то, что они такие заметные и интересные, они все равно каждый раз будут смотреться по разному. И последнее украшение, которое очень актуально в этом сезоне, это инфантильные браслеты в стиле 70-х. Это какие-то ромашечки пластиковые, это какие-то сердечки, это какие-то кружочки цветные. Все, что напоминает эстетику перехода хиппи в 70-е диско. Все, что в себе несет какой-то тип цвета, пластик, другие какие-то детали. Все, что кажется несерьезным, даже немножко детским, потому что об этом инфантилизм нам и говорит. Все это очень уместно в рамках таких украшений и прекрасно будет работать с какими-то спортивными вещами. Например, это треники, футболка, жакет и такое украшение. С чем-то женственным, с каким-то платьем. С чем-то, наоборот, сумасшедшеньким. Абсолютно со всем данные украшения будут работать. И если вы чувствуете в себе нотку инфантилия, вам очень хотелось давно поэкспериментировать с чем-то несерьезным. И вы боитесь начинать с одежды, то мой лучший совет, который на самом деле всегда абсолютно работает, начинать с украшений и с периферии. Поэтому украшение это прекрасный способ поэкспериментировать с тем или иным характером в рамках вашего образа. Пишите в комментариях внизу, какое из украшений вас привлекает больше всего. Может быть, что-то уже есть в вашем гардеробе, и вы хотели бы что-то, может быть, новое добавить. На сегодня это все. Люблю, целую. Ваша Рита. Субтитры создавал DimaTorzok